МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие события происходили на минувшей неделе и как они повлияли на жизнь тольяттинцев? Здравствуйте! В эфире программа обозреватель в студии Яна Левина. Коротко о главных темах выпуска. Пик пройден, вода уходит. Пострадавшие от паводков Самарской области получат выплаты, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Немедленно нами были приняты решения по выплатам пострадавшим семьям на первоочередные нужды. Безопасность в школах и детских садах, благоустройство города, а также другие важные вопросы в центре внимания депутатов Тольяттинской думы. Представители таксомоторной отрасли посетили один из крупнейших российских автозаводов страны. О деталях визита на АвтоВАЗ сегодня в выпуске. «Пиковая дама» в театре «Колесо» идут репетиции нового мистического спектакля. Режиссер-постановщик Вадим Данцегер обещает, будет многое необычного. Об этом и многом другом он рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Тысячи программ, репортажей и отснятых кадров. Тысячи любимых абонентов и зрителей. Первому телевидению Тольятти. Компания «Лада Медиа» 34 года. Помощь затопленному Орску продолжается. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за поддержку пострадавших от паводка жителей Оренбуржья. На минувшей неделе из Самары в Орск был отправлен гуманитарный конвой для пострадавших от весеннего паводка. С инициативой о сборе гуманитарной помощи оренбуржцам первым вышел Дом дружбы народов в Самарской области. Машины с бутилированной водой, средствами гигиены, одеждой, детскими товарами. Необходимый груз неравнодушные самарцы собрали буквально за полдня. Когда мы объявили сбор гуманитарной помощи, вы сами видели, как сегодня с первых часов работы учреждения люди просто потоком несли и воду, и предметы личной гигиены, дабы не быть безучастными в беде наших соседей, помочь, конечно, тем жителям, которые испытывают в этом потребность, которые остались без крова и сейчас находятся в пунктах временного размещения. Собрали и передали гуманитарную помощь жителям Орска и Тольяттинцы. Машины со всем необходимым также были отправлены на минувшей неделе. Напомним, Орск среди наиболее пострадавших городов в Оренбургской области. Там потопило почти 7 тысяч домов с приусадебными участками. Было эвакуировано почти 2,5 тысячи человек. Между тем, в Самарской области пик паводка уже пройден. Обстановка находится на контроле главного управления МЧС России по Самарской области. Добавим, что правительством региона принято решение о выделении выплат на первоочередные нужды землякам, чьи дома пострадали от паводка. Размера 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Также по сообщениям губернатора Дмитрия Азарова планируется выделить пострадавшим средства на частичную компенсацию утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. По прогнозам гидрометслужбы других угроз сегодня не существует. Очень надеюсь, что коллеги в своих прогнозах не ошибаются. Немедленно нами были приняты решения по выплатам пострадавшим семьям на первоочередные нужды из расчета 10 тысяч рублей на человека. Понятно, это что-то самое необходимое и экстренное. Потому что несмотря на помощь, которую оказывают и общественные организации, и муниципалитеты, и регион, конечно, на текущие расходы людям средства определенные нужны. И далее к другим темам. Зарплата водителей городских автобусов и троллейбусов вырастет и составит 60 тысяч рублей. Это в среднем и без переработок. Новая сумма будет начисляться уже с мая. Об этом стало известно во время очередного заседания в Думе Тольятти. О чем еще шла речь, знает моя коллега Елена Сафронова. Поправки в бюджет традиционно первый вопрос повестки. Корректировки связаны с необходимостью работ по благоустройству. Дополнительные средства выделены также на нужды учреждения образования, обеспечение жильем детей-сирот. Отдельная статья расходов – поддержка работников муниципального пассажирского транспорта. Здесь сложилась критическая ситуация с численностью работников и в первую очередь водителей, автобусов и троллейбусов. Причина – низкий уровень заработной платы. Благодаря изменениям в бюджете уже в мае она подрастет до 60 тысяч. Это в среднем и без переработок. Очень много обращений депутатов приходит на нашу комиссию по поводу недозагруженности и вообще там, где не ходит транспорт по определенным участкам дороги. Мы эти все рекомендации дали также и в АТП-3, и в администрацию, для того, чтобы закрыть эту маршрутную сеть дополнительным транспортом. Но мы понимаем на сегодня, что не хватает водителей. Даже после того, как мы приобрели дополнительный транспорт на наше предприятие, простаивают они. И вот меры, которые мы привели по повышению заработной платы уже с мая 2024 года, мы считаем, что не только удержит данный персонал, но и привлечет дополнительных водителей на наше муниципальное учреждение. Много в этот раз говорили о безопасности, особенно учреждения образования. Ситуация под контролем, заверили в департаменте образования. Однако гражданам нужно и самим проявлять бдительность. Вблизи завода ТУАЗ были задержаны тройные совершеннолетние с своим преподавателем, которые осуществляли беспилотные полеты радиоуправляемыми аппаратами. Поэтому мы передали данную информацию в отдел полиции. Хотелось бы в качестве профилактики до всех довести, такие если есть аэрокосмические, там какие-то еще учебные заведения в городе Тольятти, информацию о том, что запрещены все полеты. Депутаты обсудили также выполнение ряда муниципальных программ, в том числе программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с данной программой произведено финансирование нашей благотворительной помощи по программе Тольятти за наших. В целом итоги программы рассмотрены, предлагается поддержать проект решения. В качестве дополнительного вопроса депутаты рассмотрели предложение направить коллегам из Самарской губернской думы обращение по поводу внесения изменений в закон об административных правонарушениях. Речь идет о родителях несовершеннолетних, не исполняющих должным образом свои обязанности и не являющихся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Мы рекомендуем увеличить штрафы за уклонение в части увеличить штраф с 500 до 500 тысяч рублей и установить наказание в виде обязательных работ, возможных. Это уже по решению суда. Депутаты поддержали это предложение. Елена Сафронова, Максим Ольшаков, программа «Обозреватель». И еще одна важная новость из Столиатинской думы. Стало известно о выделении дополнительных средств на ремонт внутриквартальных дорог. На эти цели будет направлено 100 миллионов рублей. Ремонт будет проводиться так называемыми картами, то есть ремонтироваться будут аварийные участки. И еще, кстати, 100 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию внутриквартальных проездов и тротуаров. И еще о благоустройстве. Скейт-площадку в парке Центрального района приведут в порядок до конца апреля. Сейчас на объекте уже ведутся работы. Подрядчик делает их в рамках исполнения гарантийных обязательств. Весь процесс и качество работ будут держаться под жестким контролем администрации города и заместителя председателя Думы Тольятти Алексея Степанова. Напомним, спортплощадку построили и сдали в конце 2023 года, но брусчатка вокруг нее уже рассыпалась. Подрядная организация, конечно же, без вариантов взяли на себя обязательства о том, что они до конца апреля все это дело устранят. Сегодня мы, будучи там, то есть видели о том, что уже работа началась. И мы для себя также с Андреем Александровичем договорились, что мы проведем еще промежуточное совещание на следующей неделе. Опять же там рабочие. Встретимся, посмотрим по результатам работы. Рекомендовали подрядчику увеличить количество людей, чтобы к первомаю, к первомаю, уже к самому теплу, этой площадкой наши жители могли пользоваться в полной мере. И чтобы это было красиво и качественно. И еще об одном знаковом месте, где также требуются работы по благоустройству. На Аллее Славы, которая располагается недалеко от Думы Тольятти, просел асфальт. Опасное место оградили еще в прошлом году, но ремонтные работы до сих пор так и не проводились. Очевидно по ситуации, что проблемы не из легких. Очевидно, рядышком колодцы находятся, из которых, видимо, уходит где-то есть подтопление, где-то есть свищ, вода попадает и все это дело подмывает. Поэтому здесь, конечно, надо капитально подходить, устранять причину этого всего. Иначе просто так, тяп-ляп, с этим делом не справиться. Поэтому надо устранять причину и после этого восстанавливать все это покрытие. И я думаю, что в этом году это обязательно сделается. Ну, просто иначе нельзя. А в этой ситуации также сообщили главе города Николаю Ренцу. И уже дано поручение Департаменту городского хозяйства устранить данную проблему в ближайшие сроки. Поездки на такси к концу этого года могут подорожать на 30%. Такой прогноз дал заместитель председателя Межрегионального профсоюза таксист Андрей Попков. Одна из причин роста цен – увеличение стоимости иномара, которые составляют основу российского авторынка. Китайские бренды уже повысили цены. Пора массово пересаживаться на отечественные модели, считают представители таксопарков. Поэтому на минувшей неделе они во главе с общественным советом по развитию такси побывали на автовазе. Вопросов много. Это и проблемы отрасли, и перспектива локализации автомобилей-перевозчиков. Обо всем подробнее расскажем далее. Это только в юмористических историях у таксиста свой бизнес, а баранку он крутит для души. Такси и есть тот самый бизнес, причем непростой, переживающий сложные времена, как и любая отрасль, связанная с автомобилями. Решению проблем был посвящен очередной деловой визит на автоваз. Представители общественного совета по развитию такси и таксопарков из 12 регионов приехали, чтобы получить ответы на вопросы, высказать свои предложения и выработать стратегию дальнейшего сотрудничества. Ну, понимаете, у нас первое, что это техническое обслуживание, а второе, это кузовные ремонты. Никто от этого не страховал. Поэтому мы всегда смотрим о ремонтопригодности автомобиля, который используется, конечно же, в такси. Такая поездка интересная, историческая, я бы сказал. Будем работать, будем покупать и пересаживаться на наш отечественный автопром. Гости положительно оценили возвращение автоматической трансмиссии на автомобили «Лада». Попросили расширить производство запчастей, а также рассмотреть вопрос увеличения гарантии на агрегаты, с учетом того, что в таксопарке пробеги в разы выше, чем у частных владельцев. Ряд производителей ушли из России, взлетели цены, и сама отрасль, конечно, сейчас ищет альтернативу для того, чтобы возить своих пассажиров. Поэтому диалог с компанией «АвтоВАЗ» нам очень важен. Те вещи, которые мы, допустим, озвучили руководству компании «АвтоВАЗ», они тоже были некоторые впервые услышаны. Ну и мы получили массу информации, потому что мы теперь знаем, как у нас автомобили эти собираются. У нас впереди в этом году будет две крупные конференции в такси, и мы надеемся, что представители компании «АвтоВАЗ» будут приезжать, будут активно взаимодействовать с отраслью, ну а мы со своей стороны, конечно, будем давать обратную связь. Представители таксомоторных компаний побывали в прессовом производстве на сборке двигателей и на конвейере. Особый интерес вызвали лаборатории научно-технического центра, где автомобили испытываются на электромагнитную совместимость и даже на устойчивость к удару молнии. Гостям предоставили возможность протестировать серийные модели, а также перспективные, а именно «Ладо Аура» и электрокар «Еларгус». «АвтоВАЗ» запустил свой электрокар. Если будет это серийное производство, в такси это вообще необходимость. То есть это первое дело – экология. Во-вторых, если это на поток поставить, цена будет дешевле. Мне очень понравился автомобиль «Ладо Аура», который действительно сделал какой-то шаг вперед. То есть это автомобиль ближе к сегменту D-класса, которого только в советское время это была «Волга», которую после 2005 года мы потеряли. То есть это полноценный аналог автомобиля класса D отечественного производства. Завершилась встреча обсуждением стратегии развития и презентации будущих проектов «АвтоВАЗа». Возможно, в число этих проектов войдут специальные модификации для такси. По крайней мере, вопрос этот будет вынесен на обсуждение на будущих встречах с корпоративными заказчиками. Татевик Бабаян, Евгений Черемин, программа «Обозреватель». Вы смотрите «Обозреватель», и мы продолжаем профессиональная подготовка кадров для предприятий. Вопрос сегодня крайне важный. В регионах наибольший спрос на работников сложился в машиностроении, химическом секторе, строительстве и области транспорта. В ближайшие несколько лет он будет расти в сфере науки, здравоохранения и информационных технологий. Поэтому сегодня в системе образования происходят качественные изменения. С прошлого учебного года все старшие классы страны стали профильными, а подходы к подготовке студентов колледжей были серьезно пересмотрены. Новое поколение специалистов формируют и предприятия. Один из них – это «АвтоВАЗ». Много лет компания готовит кадры совместно с Тольяттинским госуниверситетом. Мои коллеги продолжат тему. Сегодня, когда перед страной стоят важные задачи по достижению технологического суверенитета, значение инженерных кадров невозможно переоценить. Прибавьте к этому поручения президента Владимира Путина. У профориентационной деятельности перед вами ясная картина жизненно важного взаимодействия вузов и промышленных гигантов. На самом деле две знаковых для региона площадки «АвтоВАЗ» и ТГУ эту работу начали давно, а в последнее время только расширяют и углубляют сферы сотрудничества. Один из приоритетных проектов – передовая инженерная школа «Гибрид тех» на базе опорного университета. Реализуемая в рамках федерального проекта, она крайне важна для завода, и в том числе поэтому ВАЗ – генеральный партнер. Проект уже запущен и набирает обороты. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко оценили потенциал и познакомились со структурой будущей кузницы инженерных кадров нового поколения. Сам по себе проект передовой инженерной школы, он подразумевает подготовку инженерной элиты, инженерных кадров новой формации. То есть это инновационно-мыслящих инженеров, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии в наши отечественные технологии, в нашу промышленность. Соответственно, их надо определенным образом готовить. А чтобы подготовить такого типа инженера, их нужно погрузить в выполнение реальных проектов инженерных под заказ промышленности. Общий бюджет проекта более трех миллиардов рублей. В этом году «АвтоВАЗ» выделит передовой инженерной школе 142 миллиона, часть из которых будут потрачены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, часть на поддержку программы развития. Уже в нынешнем состоянии проекты произвели должное впечатление. На самом деле впечатлен, потому что за короткий период времени удалось увидеть очень многое. И видно, что многие проекты могут заслуживать характеристики проектов федерального уровня. И на самом деле так не только «АвтоВАЗ», но и множество других знаковых партнеров у нашего Тольяттинского государства университета. Поэтому знакомство состоялось, и я уверен, что теперь оно будет только крепче. Амбициозные задачи не только в инновациях. Уникальные кадры, реализуя себя в рамках передовых проектов передовой инженерной школы, должны продолжать профессиональный рост на заводе. «АвтоВАЗ» стремится получать новых и лучших. ТГУ готов над этим работать. Мы должны запустить в этом году пять образовательных пространств у себя. Мы подготовили уже этот список. Мы должны закупить оборудование. И это тоже серьезная достаточно работа. И мы должны запустить, если не ошибаюсь, пять образовательных программ высшего образования и несколько программ дополнительного образования. И все это в рамках ПИШ. Ну и кроме всего прочего, у нас есть некие такие договоренности. Они одновременно и в рамках ПИШ. И сверх ПИШ, то, о чем все время говорит Дмитрий Геннадьевич, нам нужно 300 инженеров в год на «АвтоВАЗ». Это не предусмотрено ПИШом именно вот сейчас на этот год, потому что мы только первый набор в ПИШ делаем. Но мы ведем интенсивную работу и в этом направлении. Это не только шаг и взгляд в наше будущее. Фактически это настоящее, потому что я уверен, что наши программы, нашего взаимодействия, они уже имеют отличные результаты. Иван Шумилин, Евгений Черемин, программа «Обозреватель». И теперь расскажем о новостях культуры. Сезон в Театре «Колесо» еще не завершен, но актеры уже готовятся к новому 37-му сезону. Он начнется предстоящей осенью. А среди ближайших ярких событий – премьер спектакля «Ипиковая дама» в постановке московского режиссера-постановщика Вадима Данцигера. Второй спектакль в постановке Игоря Косилова «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». У меня грядет юбилей. И я выбрала пьесу очень хорошую. Называется «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». Эта пьеса прям тепленькая. Вот только написанная. Этот автор будет классиком. Вот помяните мое слово. И как мы уже сказали, сейчас в Театре «Колесо» вовсю идут репетиции «Пиковой дамы». Увидеть спектакль можно будет уже в конце мая. Какие задачи стоят перед актерами? И о чем будет этот спектакль? О балчности, о социальном устройстве, которое может зависеть от случайного успеха, о человеческих слабостях, о соприкосновении личности человека с темными силами. Жанр спектакля определен как мистика. И поэтому в нем действительно будет много необычного. Обо всем этом режиссер-постановщик спектакля Вадим Данцигер рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Небольшой фрагмент покажем прямо сейчас. Вадим Иосифович, я вас приветствую. Вы ведь у нас не были почти 20 лет. И давайте напомним сначала тольяттинцам, что вас связывает с нашим театром «Колесо». Как вы точно заметили, мне здесь почти 20 лет, точнее, если точнее, 18 лет. Это было уже такое ощущение, как будто в прошлой жизни. Ну, все были другие, я был другой. И в то время у меня в театре «Колесо» вышло два спектакля. Это был «Один на миллион» с такими замечательными артистами, как Наталья Степана Дроздова и Андрей Чураев. И молодежь была занята в этом спектакле. И буквально следом мы приступили, выпустили спектакль «Стакан воды» по скрибу. Ну, это была такая грандиозная уже постановка. Она была на большой сцене, там было много картин. Одна сменяла другую. Огромное количество переодеваний, костюмов. Я уверена, многие помнят эту постановку. Я надеюсь, потому что мы тогда вот в какой-то невероятной любви делали этот спектакль. И, мне кажется, у нас получилось именно за счет того, что все очень как-то трепетно относились друг к другу. Мне кажется, это вот какая-то профессиональная особенность театра «Колесо». Ну, вы приехали, получается, уже на знакомую вам сцену, к знакомым людям, да, близким? Да, хотя, конечно, трупы поменялось. Здесь, собственно говоря, большинство артистов уже новые. Вот из, скажем так, актеров того созыва. Какие еще перемены вы заметили? Какие перемены? Ну, скажем так, это не перемены, а скорее, я бы даже сказал, что это хорошая традиция, которая сохранилась в театре. Это полные залы, это зрители, которые в конце спектакля встают и аплодируют артистам. Ну, не во всех, поверьте мне, театрах России эта традиция есть. Здесь она есть, и я считаю, это замечательно. Так, а что вы скажете о трупе? Как изменилась она? Уже начали немножко про это говорить? Ну, как, она полностью практически поменялась. Не так много осталось артистов, тех, которых я застал 18 лет назад. Но я хочу сказать, что это очень сильная труппа, и тольятинцы могут гордиться своим театром. Они разноплановые, они очень подвижные, они психологические, такие гибкие внутренние. Они работают в абсолютно разных эстетиках театра. Вот я посмотрел, допустим, спектакль «Менцанские близнецы». Вообще спектакль поставлен в эстетике театра для арта. Это очень сложный жанр. Тем более для русского актера, который немножко... Наша школа немножко... Не немножко, а категорически другая. И вот они очень честно работают в этой эстетике, очень сложный. Значит, они и так могут. Это прекрасно, на самом деле. И, на мой взгляд, очень хороший спектакль. Он мне очень понравился. Ну, Наталья Степановна, вот мы с ней работаем. Она у нас играет графиню. И я, честно говоря... Ну, как вы понимаете, графиня не самый такой уж большой, главный персонаж в этой истории, хотя он один из ключевых. Самый впечатляющий. Ну, впечатляющий. И я очень боялся, что Наталья Степановна скажет, ой, ну, я худрук, у меня столько дел. И нет, она прямо вот кинулась на амбразур и сказала, да, спасибо, хорошо, давайте делать. И вот я получаю огромное удовольствие от работы с ней. И от работы вот с новой молодежью, которая пришла в театр. Ребята подготовленные. Ребята, знаете, иногда бывает, приезжаешь в какой-то город, начинаешь работать и понимаешь, ну, треть труппы, они вообще не артисты. Ну, вот нету природы этой актерской. Их обманули когда-то очень давно, сказали, что вот тебе диплом, ты артист. И они в это поверили. Здесь нету таких людей. Вот труппа очень профессиональная, молодежь живая. И все актеры, все артисты. И, наверное, это вот то приятное, что я вот получила от первых репетиций, начала работы, вот после такого длительного перерыва. Вы сказали, что вы помните даже, как вот эти люстры устанавливали, да? Тогда, в начале 2000-х как раз. Да, 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 как раз вот в этот период в театре появились эти люстры. И вот это было, и было безумно приятно их снова увидеть. Потому что я никогда не видел Сваровского до этого момента. Ну, здорово, что они живы до сих пор. Ну, первый вопрос. Понятно, почему в Пушкинский год, в юбилейный обратились к произведению Пушкина, но почему именно к этому произведению? Ну, я вам честно признаюсь, не я выбирал произведение, но это было моей такой некой давней мечтой. Я очень хотел... Потому что у меня был опыт работы с маленькими трагедиями Александра Сергеевича. Потом спектакль непосредственно о нем я делал по Булгакову. И когда предложили именно поставить Пиковую даму, я сказал, да, конечно, это же подарок судьбы, потому что... Ну, это произведение очень известное, и при всем при том, оно не так часто ставится, не так часто, как хотелось бы. Оно сложное для постановки или в чем причем? Оно сложное для постановки, потому что это единственная, я думаю, мне кажется, повесть у Александра Сергеевича, которая не структурирована таким образом, вот как должна структурироваться драматургия, пьеса. И очень сложно именно делать инсценировку по такому произведению. Ну, вот мы с театром подключили к этой работе замечательного драматурга Ольгу Михайлову, который, когда вы ей предложили, она тоже очень обрадовалась, сказала, я давно хотела это сделать. Я говорю, ну, вот видите, мы все давно этого хотели сделать, давайте это сделаем. И она написала инсценировку, как человек очень профессиональный в плане именно драматургии. Поэтому, мне кажется, получилась очень интересная история, где нам удалось вот эти параллельные линии, которые заложены в этой повести, структурировать. И сделать более понятным и внятным, ну, в данном случае, для зрителей. Да, давайте чуть подробнее об этом поговорим. Я видела некоторые фотографии, афиши и обратила внимание, во-первых, на костюмы, в первую очередь. Ну, это то, что сразу бросается в глаза. Они как бы вне времени. То есть это... Ну, мы где-то сохраняем. Мы постарались сделать такую историю немножко и не пушкинскую, и не наше время, да? Вот расскажите. Мы сохраняем некий исторический силуэт, но не более того. Ну, вот если вы помните, фильм «Дуэлянт» был такой, где, собственно говоря, от эпохи взят только силуэт костюма. А аксессуары, там уже... Там реквизит уже из более других эпох. Здесь такой собирательный немножко образ. Мне показалось, что если мы хотим современному поколению, а естественно, мы притянуем на пушкинскую карту, и это произведение преподается, оно есть в программе школьной, поэтому понятное дело, что надо заинтересовать, или, может быть, ну, помимо того, что заинтересовать, еще объяснить современному зрителю, а, собственно говоря, ребята, которые учатся в школе, это вот наш будущий зритель, или настоящий уже зритель, который только как бы вот начинает понимать вообще смысл этого института театра. И наша задача здесь немножко объяснить эту, для начала, эту историю. Она тоже очень запутанная и сложная. Ну, не будем, наверное, все-таки так вот дословно пересказывать и раскрывать все секреты постановки, чтобы зрителям было интересно, но они уже должны понять, что это будет что-то необычное, что это будет и не тот Пушкин, и будет им над чем подумать, да, и чему удивиться. Эта история не будет, что называется, нафталинной. Она будет достаточно динамичная, живая. И мне кажется, главное, что мы сможем, что, мне кажется, у нас это уже получается вот в процессе репетиции, мы вам расскажем очень интересную историю, которую вы, мне кажется, либо забыли, либо даже могли и не понять в школе. Ну, как так? Вообще интересно, три карты по Пушкинской карте. Хорошая института. Да, 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 да. Здесь есть какие-то интересные такие параллели. Спасибо вам. Спасибо вам. 34 года. Большой опыт, талантливый коллектив и амбициозные планы. Телекомпания «Лады Медиа» отмечает свой предюбилейный день рождения. Сегодня «Лады Медиа» успешно развивается по нескольким направлениям. Цифровое телевидение, интернет, IP-TV и онлайн-кинотеатры, видеонаблюдение с камер на городских перекрестках. И, наконец, это собственные телеканалы «Тольятти-24» и «ВАЗ-ТВ». О больших успехах большой компании наш следующий репортаж. Когда-то телевидение «Лады Медиа» «Лады Медиа» с телеканалами «ВАЗ-ТВЧ» и «Тольятти-24». Конечно, свой сайт и внушительная лента новостей ВКонтакте. «Лады Медиа» это не только свои каналы вещания, это еще и организованное и построенное по всем стандартам кабельное телевидение, в сетке которого сотни телеканалов на любой вкус. В киномульт, «Живая планета», «Время», «Кухня ТВ», «365 дней ТВ», «Синема». Только с началом этого года у нас появилось много новых телеканалов. Мы изучаем рынок, изучаем зрительские предпочтения и поэтому готовы пополнять пакеты телеканалов самым лучшим, самым интересным всем тем, что предоставляет наша телеиндустрия. Мы за полезные, увлекательные телеканалы, мы за доброе телевидение, которое можно смотреть всей семьей. От одного информационного выпуска в начале 90-х до целой россыпи своих программ, ежедневных новостей и собственных телевизионных конкурсов компания «Ладомедиа» продолжает динамично развиваться и радовать зрителя новыми телепроектами. Это сердце нашей телекомпании, наш замечательный телевизионный павильон. Съемки здесь не останавливаются ни на минуту. К слову, одна запись изменяется другой. Но, безусловно, мы много снимаем, много работаем и вне этого павильона. В круглосуточном режиме это не просто слова. Мы в наших социальных сетях рассказываем нашим подписчикам о событиях, которые происходят в городе и регионе. И мы хотим поблагодарить всех наших дорогих и замечательных подписчиков. Их на сегодняшний день более 120 тысяч. Спасибо вам большое за то, что вы с нами и за ваше доверие. Ну и, конечно, спасибо нашим зрителям, что помогают вместе с нами создавать новые интересные телепроекты. Кабельное телевидение «Ладомедиа» это постоянная растущая сеть. С каждым годом она прирастает новыми домами, подключенными к кабельному ТВ. Вот и прошлый год не стал исключением. Инженеры компании позаботились о том, чтобы в квартирах тольяттинцев появились сотни новых телеканалов. Не забывает компания «Ладомедиа» и об интернете. Это также одно из основных направлений в работе медиаструктуры. Качественный и быстрый интернет вот над чем сегодня работают и чего каждый раз добиваются специалисты «Ладомедиа». В 2023 году нашей компанией проведены работы по строительству сетей кабельного телевидения и высокоскоростного интернета в 7 многоквартирных домах-новостройках и построены сети высокоскоростного интернета в 38 домах 9 и 10 квартала Автозаводского района. В 2024 году компания планирует провести аналогичные работы в 11 и 8 кварталах. Сегодня «Ладомедиа» это собственный канал вещания масштабное кабельное ТВ высокоскоростной интернет и около 100 тысяч абонентов доверяющих качеству работы компании. «Ладомедиа» в свою очередь постоянно работает над тем, чтобы приятно удивлять как действующих так и будущих абонентов компании. Крупный оператор кабельного телевидения интернет-провайдер создатель собственных телепередач для двух телеканалов ВАЗ-ТВ Итальяти-24 нас знают и мы это ценим и мы стараемся соответствовать запросам и интересам наших дорогих зрителей и абонентов и благодарим за внимание за обратную связь за то, что вы с нами друзья. Нам 34 года и это большая история всего города. Я хочу выразить огромную благодарность и всем нашим друзьям, единомышленникам и партнерам сколько совместных проектов, сколько добрых дел сделано и сколько еще впереди. Потому что все мы любим наш Тольятти, потому что Лада Медиа всегда с вами во все времена. В следующем году Лада Медиа отметит свой очередной юбилей 35 лет со дня основания. А это значит, что в этом 24 году журналисты, инженеры, менеджеры, руководство, все, кто работает на старейшем Тольяттинском ТВ сделают все, чтобы тольяттинцы смогли и дальше смотреть сотни, в том числе и цифровых каналов и пользоваться качественным интернетом. Для этого у компании Лада Медиа есть и силы, и желания. И на этом все. Спасибо, что вы смотрите Обозреватель. Мы всегда держим вас в курсе главных событий. Напомню, что прямую трансляцию нашего телеканала можно смотреть круглосуточно на сайте tvtoliaty24.ru, а также в наших группах в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. С вами была Яна Левина. Удачной недели и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин